Эээм, эхэй, ухоченьки, с вами Мявский. И сегодня я покажу вам приложение, в котором вы прямо на телефоне сможете создать 3D-игру, в которую на этом же телефоне сможете поиграть. И это полноценное приложение, в котором даже есть экспорт в ПК. То есть, в теории, это можно даже выложить в Play Market. Это просто вау. Окей, залетаем и сразу нажимаем Neve Project, потому что я не хочу что-то разгогольствовать и что-то такое. И тут у нас есть примеры, а также Empty, то есть ничего. Можно нажать Empty и делать всё прямо с нуля с нуля, а также есть примеры проектов. Truck, это пример машины с физикой, с прицепом, то есть всё нормально работает. Тут есть ещё какой-то V Supreme Assets, я не знаю, что это такое. И Supreme EU, то есть я думаю, тут будут макеты EU, то есть, в общем-то, дизайна нашего меню, различного управления и всего такого. Ну, давайте мы выберем Truck, это, я думаю, самое интересное. Ну, а также в Supreme Assets там есть различные виды от третьего лица, от первого лица примеры игр. Но Truck, это прямо сочно. Давайте будет игра называться... Supercar Racing Mobile Game of PS Shooter Multiplayer Online. Я думаю, это подходящее название. Нажимаем Go Magic, и у нас создаётся проект. Скачиваются всякие ли библиотеки, но это не важно. И у нас появляется вот это. Увы, минус данного, так сказать, примера, то, что наш, так сказать, игрок, то есть наш редактор, в общем-то, этого мира, спавнится под картой. Так что надо как-нибудь... Окей, ладно, разберём чуть-чуть позже. Прямо здесь мы можем нажать на кнопку Game, и вот так будет выглядеть наша игра. Снимаем с паузы, и вот. В общем-то, наша игра. Давайте сделаем побольше можем. Отодвигать вот эти вот все штучки, и сделать почти в полный экран. Вот, это, так сказать, пример. Здесь есть машина с нуля полигонами, и прицеп с грузом в нём. Всё полностью физично, и почему-то там что-то прицеп лагает, дёргается. Но это, в общем-то, просто пример того, что здесь можно сделать. И это, например, можно переделать, и сделать что-то своё. Также особо мне здесь нравится подвеска у этой машины. То есть давайте попробуем наехать, например, вот на эти камни. И подвеска тут, она... Она... Я что, застрял, что ли? Ну, короче, вот так вот она может делать. Подвеска, короче, отрабатывает, и реально она хорошо работает. Да, никаких тут ни текстур, никаких-то нормальных моделей, конечно, вам не будет. Да, но... И это было бы глупо, если вам сразу давали прям полностью все готовые модели, карты и всё такое. Здесь сейчас лишь простое поле и небольшое вот такая местность, даже без текстур. Ну и всё. Давайте мы поставим на паузу, зайдём в эдитор. Как это бы мне подняться наверх? Всё, я смог подняться в эдиторе сюда. Ну, то есть я поднялся при помощи того, что я выбрал куб и к нему просто телепортировался. Здесь мы видим вот такую вот сеточку, так сказать, вот наша камера. Здесь мы видим, в общем-то, наш проект вот так вот, в паузе. И можем здесь добавлять какие-то свои объекты. Давайте попробуем добавить 3D-объект. Это будет, например, ну, капсула. Интересный вопрос, где появилась эта капсула? О, эта капсула появилась под землёй, там, где мы тоже спамимся. Ну да, баги здесь имеются, но, по идее, её можно поднять при помощи позицион. Если мы подкрутим Y, например, там, 100 тысяч поставим. И вот, да, она куда-то переместилась. Перемещаемся за ней, и мы немного, кажется, перестарались. Вот, я наконец-то смог подобрать ту идеальную позицию, где она попадает прямо на нашу дорожку. Так, давайте попробуем к ней доехать и посмотреть, появилась ли она. Ну, хотя логично, что она появилась, ну, просто по приколу. И вот, я уже отсюда вижу, что там стоит наша сфера. Ну, то есть, мы вот таким образом мы добавляем какие-то объекты, добавлять персонажей, NPC здесь. Здесь очень всё, очень развито. То есть, есть прямо анимации можно создавать, есть консоль, есть скриптинг. То есть, здесь всё, прям, ну, не знаю, здесь есть всё. Это реально Unity Mobile. Я не знаю, почему эта игра так недооценена. Ведь здесь есть много всего, здесь можно ещё что-то добавлять. Здесь нет скриптов, анимации, 3D-модели можно создавать прямо здесь. Можно создать чего-то ещё. Что это такое? Ладно, здесь надо очень долго разбираться, потому что это реально мега-крутое приложение. Здесь прям всё профессионально. То есть, они какие-нибудь там, типа, то есть, они какой-нибудь там, типа, покет-код, всё такое. Это реально всё серьёзно. Из простого можно, там, не знаю, включить дым, там, сделать свой скрипт-бокс. Можно установить гравитацию и всё такое. Окей, давайте мы попробуем создавать другой проект. Выберем Supreme Assets и назовём, например, YouTube... YouTube Sim. А что? Будет наш YouTube Sim, где мы будем играть за ютубера, собирать бутылки и сдавать их. Не знаю, чем это будет отличаться от симулятора бомжа. В общем-то, в наше время уже ничем. Так, заходим сюда и попадаем в никуда. Так, вот, мы оказались где-то. Давайте попробуем сразу зайти в игру. И здесь у нас ничего нет. Почему у нас ничего нет? Заходим в Эдита. И здесь у нас есть такая штучка. Supreme Assets. И дальше у нас есть вот такие штучки. Например, Enemy Bot. То есть, мы, получается, создадим бота. А, эта штука ещё и стоит денег. Да, тут есть Marketplace, где игроки могут выставлять свои всякие штучки, а также можем мы покупать. Странно, ведь до обновления вот эти все ассетсы, типа, вот этот человек в бой, я точно помню. Это игра от третьего лица, которая была бесплатна. Окей, давайте возьмём. Окей, здесь надо 50 коинов. Поэтому давайте я вам покажу Marketplace данной игры. Игры. Вот, это Marketplace. Здесь есть, конечно, не только платные штучки, а также бесплатные. Например, Supreme EU Example. Ну, это, в общем-то, ванильная... Ну, это, в общем-то, ванильная вещь, которая тоже предлагается. Это самый Supreme Assets. Вот, кстати, модель от игроков. Например, Minecraft. Да, это просто один участок из Minecraft. И за него просят 30 рублей. То есть, не 30 рублей, а 30 этой валюты. Например, что мне очень понравилось, это вот это. Детализированная 3D-модель FNAF-пиццерии. То есть, смотрите, это реально полноценная 3D-фнаф-пиццерия. Здесь можно создать свой FNAF. Не знаю, кто будет создавать FNAF по уже, в общем-то, всем известной карте, но это реально очень детализированная карта. Ну, и просят за неё, конечно, годом рога, 70. Давайте представим ещё. Есть, например, реалистичный... В общем-то, ёлка, есть самолёт. В общем-то, огонь. Даже есть покерные вот эти штучки за 10 монет. Офигеть. Вот, кстати, официальные пакеты. Есть здесь даже физика Майнкрафта. Вау. Куча вот таких штучек. То есть, это как Unity Marketplace. Вот такие же штучки тут есть. Например, есть куча различных карт, например, в The Island. Смотрите, как красиво выглядит. Хоррор, мап. И также есть вот такая бесплатная штучка. Тоже, я думаю, стоит вам брать. Это тоже, так сказать, от разработчиков. Уже почти готовая игра. Здесь есть и У, и такая карта. И, в общем-то, нормальный скайбокс. Также здесь есть такая штучка комьюнити. Здесь мы можем, в общем-то, общаться с людьми. Здесь сами люди что-то выкладывают. Какие-то гайды, что-то ещё здесь. Вау. Здесь можно попросить помощи. Вон люди, кстати, общаются. Но, думаю, русского здесь будет найти сложно. Вау. Чаночка. Есть туториалы. Но почему-то эта страница не наработает. И так же, как в любой мобильной игре здесь есть донат. А так же реклама. 550 монет стоит 159 рублей. Но так же эти моменты... Но так же можем получить 5 момент... Но так же можем получить 5 монет за просмотр видео. То есть, нам надо посмотреть 50... То есть, нам надо посмотреть 10 видео, чтобы получить 50 монет. Из-за них, например, купить этот же Supreme Assets. Хотя давно бы он вроде был бесплатный. Что ж, я думаю, я вам всё показал. Самое интересное, самое основное, не углубляясь, а просто смотря как обычный игрок, а не какой-то там создатель игр и всё такое. То есть, просто показал приложение, как оно есть. Здесь ещё много всего от того, что я не показал. Но это вы сможете посмотреть сами. Да, увы, мне не заказали рекламу, так что это не реклама. И в описании ссылка будет, кстати. Да, но... Да, блин, в описании же будет ссылка на это приложение. Пипец, как будто мне рекламу заказали. Блин, а заплатите мне за рекламу. Что ж, с вами был Маский. Всем удачи и всем пока. До скорого. Удачи. Возможно, в будущем что-то здесь создам. Возможно, в будущем что-то здесь создам и сделаю видео. Если вам зайдёт, конечно.